Приветствую вас. Вы знаете, если бы меня слышали бы правозащитники женщин, то, наверное, на меня подали бы в суд, потому что мне показалось, что не так сильно вы хотели отдавать мужчине деньги за свою часть отдыха. Вот почему-то мне так прям показалось, что не хотите. То есть, а если хотите, то, ну, не сильно. А почему я так подумал? Дело в том, что я могу ошибаться, но мне кажется, что если бы для вас это было принципиально, именно вот на уровне таком, едва ли осознаваемом вами, если бы для вас это было принципиально, вы бы просто бросили бы у него карточку и всё. Вот. Ну, это, конечно, чисто моё мнение. Я могу ошибаться. Вот. Но, тем не менее, да. Давайте представим себе, что я, допустим, всё-таки ошибся, что я, допустим, всё-таки не прав, да. Вот. А, значит, что в этой ситуации происходит? Значит, для меня, как для психолога, я, допустим, всё-таки, не прав, да. Ключевой вопрос заключается в том, насколько вы свободны были в принятии своего решения. То есть, насколько вы свободно позволили человеку отсрочить платёж, допустим. Вот. То есть, насколько вы были свободны в, ну, в своей воле. То есть, вы это сделали в угоду ему, то есть, уступили вы в угоду ему, чтобы он не обиделся, или вы уступили ему, потому что, ну, сами считаете, что, в принципе, платёж, да, это, ну, не так важно. То есть, действительно, вы приедете и всё у вас, значит, ну, все вопросы решите. Ну. Вот. Если вы уступили, значит, мужчина для вас уже, значит, что-то большее, чем нужно, к сожалению. То есть, если вы уступили, значит, мужчина для вас уже имеет куда большее значение, чем, ну, на самом деле, должно быть, по-хорошему. Вот. Вот. Если вы это сделали по собственной воле, то есть, для вас это, ну, не критично, да, то никаких проблем нет. Короче говоря, короче говоря, если вы чувствуете себя не свободной в этой ситуации, если вы чувствуете, значит, ну, что вы поступили с своими интересами, вот, то у этого есть причины. Вот. Возможно, у этого, то есть, возможно, у этого те же причины, что и у того, что в качестве площадки для знакомств вы выбрали сайт знакомств. То есть, по сути, не производства, да, не какое-то общее дело, там, не общий интерес и хобби, а именно сайт знакомств. Возможно, у этого те же причины. Возможно, нет. Но в любом случае, наверное, у отсутствия свободы воли всегда есть свои, ну, свои источники, скажем так. Вот. Значит, что ещё мне показалось, да? Что ещё мне показалось? Ещё мне показалось то, что, знаете, мужчина не хочет, чтобы вы за него платили. То есть, мужчина хотел бы сам, ну, оплачивать за вас, оплатить сам хотел бы за вас, вот, всё. То есть, вот мне так показалось, по крайней мере. Потому что обычно люди, которые, вот, не уверены, готов ли человек принять их какое-то, ну, действие, да, говорят примерно так. Так. Вопрос заключается, на самом деле, в другом… Вопрос заключается, на самом деле, в другом… Вопрос заключается, заключается в том, насколько… Нашколько вы к этому готовы? И готовы ли вы… …к этому? Вот. Ну, именно вот к тому, что мужчина не захочет принимать ваш платеж, вашу часть, долю. Вот. Или если он захочет, допустим, по минимуму использовать ваши ресурсы. Вот. Такое, в принципе, тут тоже вполне возможно. Вот. Хотя, безусловно, да, это ещё нужно, это ещё нужно доказать. Могу ошибаться. Вот. А в чём ваша-то проблема? Вот именно ваша проблема в чём заключается конкретно? То есть вы в чём-то не сомневаетесь, вы в чём-то не уверены в себе, у вас в чём-то противоречия есть. В чём конкретно проблема? То есть, ну, вы поступили как-то, вы отменили, вот, то есть, как бы вы позволили, да, отложить, отложить, собственно, платёж, да. Ну, это, это решение. Вот. Проблема в чём. Да? Почему вот вы говорите, да? Стоит ли мне, значит, напоминать, да? Вы спрашиваете. Так, а вы-то сами как считаете? Ну, кто-то скажет вам, что стоит, кто-то скажет, что нет. И что вы будете делать в этом случае, если мнения разделятся на несколько взглядов? Вот. Или будут всё какие-то мнения? Что в этом случае будет? Так, главное, как-то вот найти именно свою позицию. И то, что у вас её нет, или то, что вы в ней сомневаетесь, на мой взгляд, это уже является существенной трудностью для вас. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Так, значит, вы пишите, да, познакомились с парнем на сайте знакомств. Приобщались две недели. Сразу решили на отдых, на отдых поехать. Как бы, ну, не выстрелили, но это детали. Вот. Значит, вы пишите, не хочу его обидеть этой денежной историей. А как вы можете обидеть его этой денежной историей? Вы предложили, он отказался, да, то есть сказал потом, разберёмся. И, соответственно, он взял на себя ответственность этот вопрос, как бы, решить. Ну, если он попросит у вас, или если он там, да, скажет вам, что дайте, как бы просто переведёте ему сумму всю и всё. Ну, если он сказал, разберёмся, значит, он сказал так и всё. Ну, будьте просто наготове, наготове с платежом и всё. Или можно просто прийти и сказать ему, что, как бы, деньги у меня, да, и всё. То есть, как бы, или в конце отпуска можете сказать ему, что готовы, ну, как бы, оплатить, что оплатить. Вот. Посмотрите, как удобней. Но, понимаете, нужно уважать выбор человека, нужно уважать решение человека. Вот. Я думаю, так. А вот с чем связано то, что вы боитесь его обидеть, с чем это связано? Это вот уже более интересная история, на мой взгляд. То есть, как бы вы не боялись здесь его потерять. И если вы боитесь его потерять, да, то очень важно в таком случае было бы понять, почему вы боитесь его потерять. Вот. Вот так вам можно ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok